Расскажи немножко о церкви. Церковь молодая, да? Десять лет, наверное. Молодая относительно, да. Но если считать надежду мира, ей два года. А раньше была это миссионерская церковь. Просто миссионерская. Ну просто вы подали документы, зарегистрировали, дали название официальное. Это Пресвитерианская церковь. Пресвитерианская, да. Хорошо. Ну вот, Владислав, ваша история потрясает. Ну меня, по крайней мере, хотелось бы, может быть, чтобы немножко рассказали о себе, своей жизни. Вы ташкентский, правильно? Ташкентский. Из Узбекистана. Оказались, волей Божией, мне кажется, здесь, в Петербурге. Ну вот, давайте еще начнем, да, с какого-нибудь начала. Что происходило в жизни? Как вы шли ко Христу? Ну, все удивительно. Я часто анализирую свою жизнь, прошлое, настоящее. И открывается мне просто, открывается, что Бог давно уже меня вел. Я просто пытаюсь ответить на вопросы, почему, например, именно тогда, а не тогда я был призван Богом, церковь, к вере. Ведь Бог, говорю, я мог бы это раньше быть призванным. Сколько мог бы добрых дел совершить во Слово Божьего. Ой, это все мы думаем. Не были такие возможности, но это наши мысли, не Божьи мысли, конечно, и наши пути, не пути его. Ну, в той жизни, конечно, я был такой, вы знаете, чистолюбивый, очень самоуверенный. Ну, это же неплохие качества, чистолюбие. Хорошие качества, да, я... Библия же говорит нам, кто епископства желает, доброго дела желает. Ну, с детства хотел добиться успеха, наверное, в этой жизни я все время думал, вот нужно построить дом, посадить дерево, родить сына. Обычные земные цели. Хорошо учился, заканчивал институт, ходил работать в банк и хотел делать карьеру. И все получалось, в принципе. Получалось, Бог так благоволел, что я, да, сделал блестящую карьеру, открывал коммерческие банки, был руководителем банка. Все это было в той прошлой жизни. Но все равно хочется узнать, как это... Вот мы сидим два пастора, да, но я не был банкиром, я не открывал банки, которые гремели и до сих пор гремят на всю страну. Как это, вот с чего началось-то? С падения. С падения. С падения? Нет, путь к банковским вершинам, ну, как обычно, вы знаете, вообще трудно. Детство было, я без отца рос. И поэтому, наверное, было такое вот желание большое добиться успеха. Хотел учиться в школе хорошо, лучше всех в институт поступить. Не получилось сразу после армии пошел завершиваться. Потом пошел работать в систему государственного банка. И карьеристом, как это, наверное, говорит, в хорошем смысле этого слова, был. Хотел больше всех работать, после работы оставаться что-то делать, проявлять себя. Ну, была энергия, были силы. И вот через три года после того, как закончил институт, я сделал карьеру в государственной банке. Это был Успромстройбанк. Это еще было советское время? Это было еще в советское время. Это был 89-90-х год, начало 90-х. Да, я где-то в 90-х. В 91-м году я ушел в коммерческие структуры, стал открывать коммерческий банк. Первый мой коммерческий банк, а Локобанк – это банк связи. Ну, вот как просто человеку начать? Кто-то же увидел, кто-то заметил, кто-то предложил? Или как оно само по себе? Бог. Мы же понимаем, что… Сегодня понимаем. Ну, как это было? Ну, как-то просто однажды министр связи пригласил к себе, я не знаю, как ему рассказали. Кто-то и говорит, вот я верю в тебя. Хочу, чтобы был банк при Министерстве связи. Это реально, я говорю, реально. В принципе, ничего сложного не нужно. Ну, там это технические детали собрать тех предприятия, кто располагает каким-то средствами для того, чтобы выступить в учредителе банка. В технической стороне я там устав, учредительные договоры, прочее, прочее, прочее. Это все детали. Ну, вот если к сегодняшним дням, это что-то структура, похожая на почтобанк, которая сегодня по всей стране по России. Ну, они все, в принципе. В принципе, есть минимальные требования к банкам собрать, главное, какой-то минимальный уставный капитал. А дальше? Дальше, вы знаете, банки проще открывать, чем церковь, я так скажу. Серьезно? Да. Я открыл три банка в своей жизни, создавал банки, но, видимо, Бог готовил меня к другому. Ну, и как вот это шло? От одного банка к другому? По нарастающим. Сначала шишки набивали, потом учились на этом, после ошибки, уже третий банк уже осознанно открыл. И больше десяти лет я руководил этим банком. И сейчас этот банк, он на хролях. Даже несмотря на то, что президенты сменились в Узбекистане, все равно этот банк. Удивительно, что сменялись президенты, сменялся руководитель банка, а вот руководящий состав банка остался тот же, который был при мне, тех, которых я когда-то поставил. Главный бухгалтер банка, заместители выращенные. Ну, это и есть элемент. Ну, вы как какой-то предприимчивый человек были, да? Я же знаю, у вас много идей было, как вы развивали эти... Ну, видимо, видите, я как-то думал, куда еще дальше, ну, председатель правления банка, куда дальше, там, президентом. Все в жизни вроде бы добился, да, все было. Но была какая-то неудовлетворенность. Есть, говорят же, есть в душе место, пустота, которое может заполнить только Бог. Это я уже позже понял, конечно. Вроде бы достигаешь цель, и есть какое-то разочарование все равно, что-то не то, чего-то не хватает. Уже, казалось бы, всего добился, но не было удовлетворения от жизни. Вы уже поженились тогда, нет? Мы поженились, да. И сын родился, и дом я построил, и деревьев посадил, сад, наверное, и все равно. И не было как-то радости в жизни, наверное. Мира не было какого-то. Все время ожидания чего-то нехорошего, думал. Не было уверенности в будущем, вот так бы, наверное, охарактеризовалось. Все время какие-то потрясения впереди, ожидать какая-то тревога внутренняя, наверное. Ну, и тут, наверное, для человека, который занимает такое большое место в этой жизни. Может быть, да. Вы знаете, я вот анализировал ту жизнь, действительно, состояние вот этого тревоги внутренней, отсутствие мира, оно все время присутствовало, когда я занимал эту должность. Многих друзей ведь кого посадили, кто-то потерял работу в лучшем случае. И вот каждый день ожидаешь худшего, приходишь на работу и думаешь, да, что сейчас случится. И как на войне сидишь, берешь телефон, звонят, говорят, вот такого твоего товарища посадили, того посадили. И не то, чтобы они там кого-то убили или кого-то ограбили, нет, время такое было. Время такое было. Если было бы за что, тогда вообще, говорю, ну, просто такое было время, конечно. Всегда можно было человека, был бы человек... Ну, ведь сам банкир же в церковь не пошел и к Богу. Это ж, если бы сам банкир пошел, увескал бы, покутили, сказать, что ума сошел человек. У меня был, наверное, страх Божий был все равно. У меня, например, были много верующих мусульман в банке. И вот, знаете, когда они просили какое-то жертвоприношение сделать, я всегда, знаете, это поддерживал, так я и начал думал дальше. Жертвоприношение или пожертвование? Если бы я вам рассказал, мы бы делали жертвоприношение, ну, как по Ветхому Завету. Всесожжение или мирная жертва. В Рамадан мы закрывали банк, кассовый узел, приносили в жертву годовалого овна. Все, как полагается. Потом это жертвенное мясо раздавали нуждающимся, узнавали, кто живет в округе, кто нуждается в этом. И считали, что мы занимаемся добрыми делами. Было хорошо на сердце от этого. Ну и вообще, видите, к Богу прийти, не знаю, что мешало, наверное, я не считался я грешным человеком. Вот благотворительность была. Вы знаете, у меня была стена, на которой село очень много благодарственных грамот от детских домов, например. Вы знаете, мы помогали, конечно, и считалось, что хорошим делом занимаемся. И вроде бы, если Бог есть на небе, то он, в общем-то, если у него есть весы, то всегда добрые дела перевесит. Так вот я считал, думал, внутри-то была где-то вера в Бог глубоко, но я считал себя праведным перед Богом. Я думал, если Он есть, то Он должен меня, наоборот, похвалить и сказать, молодец, Владислав, ты помогаешь людям. Поэтому первый шаг к Богу, это когда начинается с покаяния же все, когда ты начинаешь понимать, что да. Но пока я не произошел в Узбекистане в жизни. В Узбекистане нет, до этого нужно было действительно все потерять. То есть это вот оттуда. А что супруга-то думает? Как вот? Тяжело падать, не знаю, терять все. Вначале вопрос не услышала, поэтому сказала, что с падения. Я думала, Вы задали вопрос, как Вы к Богу пришли. Именно вот когда начался вот этот этап. Это уже пришло Божье время, когда Господь стал просто забирать у нас то, что мешает приблизиться к Нему. А для человека первое это что? Это естественно власть, деньги, положение в обществе. И в этот период ты видишь, кто остается твоим другом, кто будет тебе действительно в этот момент вместе как бы плечо подставлять или слезу утирать. И в этот момент никого не осталось, по сути. Люди, которые наполняли наш дом, они оставили нас. И я видела состояние своего мужа и понимала, что надо просто уехать отсюда. Уехать туда, где тебя никто не знает. И начать жизнь просто сначала. Ну вот как просто такой женщине влиятельной, чей муж летал первым классом по всему миру? Открывал какие-то счета там, имел какие-то награды, заслуги перед разными государствами. Все принимали его. Ходислав сказал, что хоть мы жили такой интересной жизнью раньше, но мне тоже часто было сердце пусто. Я все время искала Бога. И в 33 года я крестилась в православной церкви. Ну я ходила, повторяла, делала то, что там делают. Однажды у меня такое было утомление, ну была в семье такая сложная ситуация. И я поняла, что я с чем пришла туда, с тем я и ушла. У меня не было никакого наполнения или освобождения. Я думала, в чем заключается вообще вера Бога и хождение. Ну не слышала же слова живого. И поиск Бога был. А когда на нашем пути появился человек, который нас пригласил в Санкт-Петербург, я ухватилась вот за эту идею, я поняла, что нам надо уезжать. Но вы еще были там, в банке, все было. Нет, уже он оставил работу. Вынудили, да. Да, вынудили, да. И вроде бы, знаете, большой дом, все есть. Но уже настал такой момент, какой-то тупик. И вот в этот момент появился человек. Это сейчас мы точно понимаем, это все было в Божьем плане. И именно глядя на него, вот я ухватилась и сказала, что надо ехать. Но Владислав еще сомневался. Когда мы сюда переехали, этот человек очень торопил нас. Он прям расписал нашу жизнь и нам показал, что действительно оно так может быть. Но когда мы сюда приехали, было все, конечно, не так, как мы ожидали. И в течение полгода, наверное, мы потеряли практически все свои деньги. Все, что у нас подогревало, укрепляло. То есть вот так, если подытожить, сначала потеряли всех друзей. Да. Всех, кто был в доме. Да, да, да. Важные, влиятельные, дорогие. Да, да, да. Потом потеряли все свое, имущество, богатство все. И самый главный, этот человек здесь, он от нас отвернулся. И три года мы были сами. Вот в этот период я первая пришла в церковь, в миссионерскую церковь, где коснулся мне Святой Дух. И прям вот первым служением я поняла, какая я грешница. И Господь меня просто в течение двух часов, это слезная, я как будто вот обнаженная была. Вы знаете, все с меня смылось. И слезы лились вообще без остановки. Наверное, в течение трех лет. Вот я ходила на богослужение, все время плакала. И люди не понимали, что она все время плачет. Но в тот период я видела вот своего мужа, которому было очень тяжело. Слушай, а можно я спрашиваю, а ты что чувствовала вот эти три года, пока она ходила? Ну, скажем так, было такое ощущение, все, кто попала? Знаете, если бы не было Бога, я бы, наверное, или спился, или что-то еще бы хуже случилось. Да не похоже. Человек, который всю жизнь стремится, работает. Да, но вот что значит нищий духом, да? Когда перестаешь надеяться на свои силы, на людей. А я ведь надеялся еще. Здесь у меня были связи, я думал, приеду сейчас, меня помогут. Я сам смогу. Я все время Женя говорю, ты уезжай, я сам здесь поднимусь. Я есть сила. Ну, расскажи немножко о питерском периоде об этом. С чем пришлось столкнуться человеку, который потерял там все, в надежде обрести все здесь, в другой стране? Была очень тяжелая ситуация, безнадежная, но была какая-то внутренняя радость. Уже вера тогда появилась. Нет, вначале было не так. Вначале была депрессия, уныние было. Ну, неужели никто не мог устроить? Никто. Крупный банк возглашал. Многие пытались, но не получалось. Но все было Божья воля. Я же говорю, удивительным образом. Казалось бы, я должен был уже получить очень престижную работу. Я не знаю до сих пор, почему, где, в каком месте появилась преграда. Но Бог как будто бы ходил за мной по пятам и вот так отрубал эти концы. Я был на приеме у мэра одного небольшого города. Он говорит, все, ты будешь завтра работать вот в этом месте. Проходит неделя, вторая, я смотрю, почему-то где-то застопорился. Я не понимаю, я начинаю звонить, искать, он сам поначалу не понимает, почему не получается. Но я понимаю, что это Бог. Мне нужно было действительно дойти до такого момента в жизни, когда я уже перестал надеяться на людей и пошел просто заниматься той работой, куда меня возьмут. Ну и какая работа была? Директор банка что может делать? Когда читали мое резюме, говорили, извините, пожалуйста, нам, председатели банков, не нужны. Нам стыдно вам предложить работу какую-то, нам нужен простой финансист. Например, я говорю, давайте я пойду простым финансистом. Нет, неудобно, чтобы вы работали вот так. Мне уже пришлось прийти в банк, я говорю, вы знаете, не смотрите на резюме, я хочу работать у вас просто специалистом, старшим специалистом на самой низкой дождь. Ты даже до банка расскажи, у нас пусть начался с грузчика, с экспедитора. Я думаю, что я и грузчиком работал, на куда возьмут. То есть настолько... Я себе смирял, да. Ты все делал. Альберт, это было, конечно, время такое сложное. Самый сложный был момент, когда я смотрел, как жена моя работает, вот она банкирша, ходила по утрам мыть полы и работала потом там продавщицей. Конечно, мне было трудно в этот период. Тяжелее всех было, когда еще сын младший заболел. Попал в больницу, он тяжело заболел, у него с почками было. Тогда я уже молился, я тогда уже действительно стал уповать только на Бога. Я понял, что в этой жизни только Он может помочь. Тогда действительно вера родилась. Когда сила поднимала меня рано утром идти на утренние молитвы, стоять на коленях и вымаливать у Бога здоровье сына, тогда, наверное, истинно тогда вера начала приходить, действительно хорошая. И именно вот эта вера, она меня спасала. Я ходил утром, вот вы знаете, я работал в банке, одна такая у меня хотела, у меня туфли не изнашивались, потому что я не ходил по улице практически. Вот она мне купила как-то жена туфли итальянские, несколько лет им было, ходил у них, и они как новые были у меня. И она мне как-то говорит, нужно туфли купить, я говорю, нет, у меня вот эти как новые. Потому что я из машины в кабинет, а у меня в связи ковровые дорожки были. И вы знаете, я как-то, будучи в Англии, был такой момент, когда я так хотел посмотреть город, я от всех оторвался от делегации. И решил, вот я взял визитку от гостиницы, думаю, как устану, поеду, поймаю такси и приеду, а буду пешком идти, посмотрю город. И я один квартал прошел, и у меня ноги не ведут дальше, устали очень. Я сел на скамейку, помню, хотел с меня плакать, так хотел посмотреть город, и не могу. Ходить не могу, потому что ноги не привыкли ходить. В Лондоне? Да, в Лондоне. И я курил, у меня отдышка там, не мог ходить. Я вернулся, это у меня очень запечатлился этот момент. И вот когда я здесь, в Питере, стал ходить пешком, мне жалко было деньги на маршрутку, чтобы доехать до метро. Мне жалко, их просто и не было. Я ходил пешком до метро, потом с метро выходил, вот со станции спортивная шел пешком на Васильевский остров, на третью линию у нас было отделение банка. И у меня в день, полчаса, там больше пяти километров пешком ходил, и я благодарил Богу, что я хожу пешком. Я говорю, благодарю тебя Богу, у меня наконец-то ноги стали ходить. Я бросил курить, я курил по три пачки в день. У меня отдышка была, я не мог на второй этаж подниматься. А здесь мы жили на пятом этаже, я сбегал по лестнице и говорю, Бог, как хорошо, что я бросил курить. Ты мне это сделал, у меня здоровье, я чувствую себя лучше, чем я был банкиром молодым. И вот это мне помогало, я все время находил радость, я всегда радовался. Я ходил пешком хорошо, я не... Вы знаете, у меня было действительно это обжорство какое-то, что ли, чревоугодие, именно когда мы ходили в Узбекистане кушать. На обед куда пойдем, мы сядем, чем еще побаловать себя. У меня был размер костюма 52-й, наверное, вы знаете, такой. Я сюда приехал до 50-го, потом чуть ли не до 48-го доходил. Но я чувствовал себя хорошо. Ну, конечно, многого чего не хватало, не хватало автомобиля привычных, предметов. Но я, как Павел научился жить и в скудости, и в изобилии, мне радостно было. Какая-то внутренняя радость была, потому что вера в Бога появилась. У меня была цель достичь, и я верил действительно, что все это содействует ко благу, все это к моему. Я видел, что у меня здоровье стало лучше, я стал себя ощущать хорошо. И была вера, действительно, что я делаю важное дело что-то. У меня, когда пастор спросил, есть ли желающие открыть домашнюю церковь. Мы первые, у меня жена как только подошла, я говорю, нас не выгонят хозяева, если мы там будем гимны петь в квартире съемной. Ну, ладно, все-таки Божье дело Бог усмотрит. И с верой открыли домашнюю церковь, и к нам набивалось народ, человек 20-30 приходил к нам в квартиру. Мы распевали гимны, и радость все равно была внутренняя. До этого, до этой радости, путь-то долгий был. Конечно. Смеряться было очень трудно. Потому что, это сейчас он рассказывает такие вещи, первые три года. Ну, во-первых, я поняла, что мы, приехав сюда, когда уже вот все заканчивалось, финансы, поддержки какой-то, никакой не было. Была только церковь, были пасторы, которые за нас молились, которые помогали нам все это преодолевать, и любовь у братьев и сестер. И знаете, когда мы трудности проходили, я видела, что мой муж просто духом сломлен. Ну, я уже скажу, что он стал дома один выпивать, ему никто не приходил, никто не звонил. И вот эти друзья, которые у нас сейчас есть в Москве, которые тоже, слава Богу, уже уверовали, вот он рассказывал, 10 лет они не звонили нам. Мне всегда было удивительно. Они жили очень все хорошо, и никто даже не искал и не спрашивал, как ты поживаешь. Вот мне так было странно, что они не звонят ему. А я понимала, почему мой муж к ним не звонит, потому что ему нечего было рассказать. И он прям вот, я видела, он еле-еле как бы держался. Ну, то есть по-мирски нечем было хвалиться вот из-за этого, да? Да, да, нечем было хвалиться. Не то, чтобы они бы не поняли, я еще не имел той силы, чтобы разговаривать с ними. Они бы просто не воспринимали, я понимаю, что они бы не воспринимали правильно. Ну, мы были бы в их глазах просто жалкими, которые вот все потеряли и теперь ухватились только как бы за церковь. Они даже не о Боге бы сказали, а за церковь. Вот такой период, когда Бог оградил меня от общения с ними, и вот когда именно наступила полнота времен, когда можно было, когда я действительно стал пастором, когда уже обрел силу, когда уже действительно я мог с ними встретиться, я хотел уже с ними встретиться, тогда Бог это и сделал. Тогда действительно, когда уже из моих уст исходила вот эта сила Божья, которая могла воздействовать на человека, действительно. Это такие близкие друзья, да? Да, да, да. Мы раньше, когда все были на пике успеха, мы очень хорошо проводили дружно с семьями время, и вот так вот получилось. А я рядом просто понимала, что если Он не придет к Богу, то в нашей жизни ничего хорошего дальше не будет. Я просто понимала, что нужно вот в корне меняться, поменять свое отношение ко всему. Я понимала, что самим это невозможно, невозможно. Я видела в церкви людей, я слушала историю пастора нашего. Он был бывший бизнесмен, и он рассказывал свою историю, и я просто верила и понимала, что да, в жизни, оказывается, бывает, что вот такое бывает падение, и Бог поднимает. И у меня было только одно желание, чтобы муж пришел к Богу. Вы знаете, со стороны, наверное, это было фанатично смотреть на меня, потому что я ходила на утренние молитвы четыре раза в неделю, на вечерние по пятницам и субботние. И вот у меня, и при этом я работала на двух работах. Я удивляюсь, как мне хватало сил. И я сейчас понимаю, что именно вот это хождение за Богом не дало вообще мне впасть в какую-то депрессию, унырную, потому что вот я в благодати ходила, а Слово Божие, я когда читала Библию, я всегда ему говорила, я не понимаю, как будто во мне какой-то моторчик работает, и я Библию читаю, и вот знаете, какую-то скорость увеличивается, как будто вот время торопится. Вот, и вот этот путь смирения, он у нас был долгим. Господь обрезал нас очень жестко, было болезненно, но мы преодолевали. Конечно, и рокот у меня был, и непонимание, почему все это происходит. Но когда вера возрастала, и мы вот, человек, который нас сюда пригласил, который от нас отвернулся, потом через три года появился, и он был тогда на пике успеха, и в этот период с ним случается такая трагедия, и через нас он приходит тоже к покаянию, и его жена, и сын. И вот когда мы понимали, в чем Божий план, вот это вот давало нам радость, мы понимали, что все это проходишь для того, чтобы, ну, потому что за этим стоит вот какой-то результат. Конечно, это надо было пройти. Сейчас вроде бы легко, но я сейчас вспоминаю это время. Это очень сложно было, конечно, я думаю, как перед. Владислав ходил на работу, он не обедал, вот целый день. И когда наш младший сын заболел, у него поставили диагноз гломированный нефрит, это с почками проблемы. Вот представляете, ребенок за сутки просто вздувается весь, отекает, попал в больницу. Ну, такой тоже до больницы тяжелый путь был. Я часто вспоминаю эти дни с таким угрызением, с чувством вины, потому что не было возможности такси нанять, и я повела зимой ребенка на троллейбусе, а он отекший, не мог даже сапожки застегнуть. И мы пришли в больницу, и мне хорошо медсестра проходила, увидела и говорит, вам надо срочно к нефрологу. И вот знаете, когда он попал в больницу, за сутки ему сделали мочегонный препарат, вылили, и из него вышло жидкости 12 литров. Когда мы через два дня пришли в больницу, я не поняла, как это вчера был ребенок размер, допустим, 46, а тут он стоит как тростинка. Я ничего не могла понять. А через три дня он опять вот так надувается. И вот это вот у него длилось больше года, почти два года. Вот это был самый трудный период, когда Владислав ходил на работу на Васильевский остров, он без обеда, и мы ничего ребенку не могли принести в больницу, кроме питьевой воды. И я думаю, что даже в этом, знаете, божий план какой. Бог знал, что нам нечего было приносить ребенку, и у него была такая специальная диета, что ему ничего нельзя было, и мы могли только воду принести. Даже вот в этом, мне кажется, Бог позаботился. Понимаете? Слушайте, ну вот тяжелый период. Он вас не рассорил, были у вас что? Или вы наоборот скрепились? Нет, мы наоборот, вы знаете, мы шли вот в этот период, я так благодарна Богу за то, что мой муж так послушно смирялся. Я вот за это благодарна мужу моему, поэтому говорю, что он такой послушный, и поэтому Бог нас сейчас так благословляет. Если прибавить, у нас старший сын, он ведь в Узбекистане был сыном банкира, учился в пристельной школе. Избалованный. Он, конечно, ходил в бильярдные, вы знаете, уже все годы, и здесь, попав в Санкт-Петербург, он не понимал, что произошло здесь. Потерялся. Потерялся тоже, да, он бросил институт, мы его здесь устроили в институт. Он бросил институт, здесь жить, так сказать, с его удовольствием. Карты, выпивка. У всех родственников стал долг, деньги брать, и, конечно, это добавляло проблем. Младший сын болеть, старший сын Заголя. Да, мы вот тут период, наоборот, были такие друг к другу, как плечо к плечу. Ну, трудно было, конечно, и Господь вот обрезал наши некоторые недостатки в характере, и вот через эти испытания мы вот менялись. Я, например, ну, хорошо всегда одевалась, у меня вообще ни в чем отказа не было со стороны мужа. И мне пришлось одно время работать у родственников в магазине итальянской обуви. И, знаете, мне так трудно было, вот сапоги нужно было всем застегивать, у меня вот здесь вот прям трескалась кожа, и болезненно я туда наматывала пластырь. И, знаете, однажды пришла женщина очень состоятельная и купила сапоги и сумку, и это в те годы она заплатила там что-то 35 тысяч. И я в этот момент вспомнила себя, я застегиваю ей сапоги и думаю, Господи, какая ты была немудрая, глупая, расточительная, на что ты тратила деньги вот в свое время. Я вот так ей сапоги застегиваю и себя вижу, вы понимаете, вот когда-то я приходила, мне тоже так обували, там обслуживали, а сейчас в кого ты превратилась. То есть вот я, знаете, себя часто видела со стороны, и меня Бог обличал вот таким образом. Я думаю, во что я потратила, на что тратила время, средства. Потом в какой-то момент я работала, у меня маленькая торговая точка была, ездила на черкизовский рынок за товаром. И мне было, ну, мне было очень трудно, и была такая, ну, рыночная тележечка. У меня тогда со здоровьем было очень плохо, я качу эту тележку с товаром. И знаете, у меня была только одна мысль, чтобы меня никто не увидел, те, которые знали меня вот в Ташкенте. Ой, только бы не встретить знакомых, вот, потому что у меня, я как будто бы шла и видела свое отражение. Я настолько была жалкая, я вот тогда подумала, вот что мы есть действительно на этой земле. Вчера я была богатой, состоятельной женой банкира, сегодня я качу эту синенькую тележку рыночную, и вот этот черный баул. И мне просто вот, если я сейчас упаду, меня даже никто, ну, буду вот лежать здесь, и никто даже меня не вспомнит и не узнает. Вот тогда я поняла, вот мы вот на этой земле люди, которые вот не понимаем, вот насколько неправильно расставляли приоритеты, там, ценности, какие у нас были. И вот это все настолько смиряло, смиряло, болезненно смиряло тебя. Но этот путь у нас был 10 лет, да, 10 лет. 10 лет назад ты пошел учиться, да? В 16-м году только он стал пастором. Нет, учиться, да, пошел я, да. В 10-м году, правильно. В 10-м году, да. Чтобы получить образование, семинарию закончил. Да. Начал служить, помогать, и все равно продолжал работать. Да. А мы вот работаем только год. Грузчиком и экспедитором каким-то, вот все, что я тебе знаю. Нет, когда пошел учиться, тогда Бог сделал так, что мы стали развивать свое производство. Маленькое. Маленькое такое производство, да. Все, всем занимались понемножку, и вот этим производством. Ну, силы давал Господь, я не знаю, я учился, но по ночам ездил, развозил продукты, утром вставал, шел на занятия, как-то были силы. И вот я смотрю, просто это старший сын тогда, я помню, смотрел, и удивлялся, что мы вот так работаем. Иногда мы в ночь выходили работать, а потом утром развозили. То есть уже в своем маленьком бизнесе. Да. Ну, как-то радость действительно была. Вот вы говорите, мы не ссорились. Наоборот, мы вот в той жизни, мы практически не общались. Я весь день на работе, она весь день предоставлена сама себе, приду вечером, но я считал, что вот обеспечил деньгами все, то, что нужно, да, я свои обязанности перед семьей выполняю. А здесь, когда-то даже ближе стали узнавать друг друга, трудно было, но в трудностях именно поддерживали. Вот, когда пошли учиться, Бог давал радость, вот это вот, когда есть цель в жизни, когда видишь церковь. Слушайте, ну, ваша жизнь, наверное, открыла глаза, помогать сейчас видеть людей. Да, это же нужно пережить, да. Когда переживешь, это, конечно, тоже очищаешь. Вы знаете, однажды мне было до того трудно, и у нас был пастор-миссионер. Я села однажды и говорю, пастор, почему так трудно? Вот мы идем за Богом, а лучше не становится. Вот каждый день как будто еще хуже и хуже. И знаете, он мне тогда такие слова сказал. Знаете, где, Ака, Наталья, Бог вам дает эти испытания, чтобы потом когда-нибудь вы могли, говорит, утешать других людей. И у вас, говорит, уже будет пройдено это, вы будете уже знать, как помочь, что сказать. Вы знаете, для меня это был момент такого ободрения. Мы пошли, такие вот, если на нас посмотришь, такие жалкие, несчастные. Но мы пошли, как будто вот обрели новую силу. И я уже понимала, почему я прохожу эти испытания. И действительно, вот сейчас мы служим в церкви, когда приходят к нам люди разные, у каждого свои беды. И есть, что им сказать, потому что я в своей жизни от Бога в такой ситуации вот таким образом получила помощь, понимаете? Вот так вот Бог нам помог. То, что мы прошли, это помогает свидетельствовать людям и так, чтобы люди получали ободрение. Они действительно видят, что это не просто слова, а это пережитые события. Когда человек свидетельствует, они действительно получают ободрение, благодать. Поэтому нам даже говорят, вам нужно служить просто, свидетельствовать, ездить. Иной раз, говорит, ваше свидетельство, как нам сказали в Москве на паре, это как лучше многих проповедей, которые мы вот слушали, ходим в церковь, один раз посидели с вами, говорит, нам это дало гораздо больше для веры. И нам вот именно, мы сейчас понимаем, уже по прошествии времени, понимаем, что все это действительно содействовало к благу, действительно как бы якорь, чтобы мы могли утешать людей тем утешением, которое нам дал Господь. Ну вот подытоживая, можно так сказать, Христос в вас, упование славы. Аминь. Спасибо вам большое, Владислав. Я так рад, что приехал в Питер, увиделись. Для меня это просто большая радость. Когда мы познакомились в первый раз, я узнал, ну, я много думал, вот как. Это же судьба человека, да? Вот самого-самого человеческого небосвода, да, вдруг. Да. И не просто вдруг, не в своей стране, не в чужую страну пришлось переехать, да? Родиться, вырасти в Узбекистане, иметь связи, друзей там, и все. Ну, наверное, за кадром осталось то, что пришлось чуть ли не убежать, да? Чуть не посадили же, да? Да. Что время тяжелое было такое, когда... Ну, мы, слава Богу, уезжали спокойно, потому что, живя там даже, как бы, такой успешной жизнью, мы все равно были такие более-менее скромные. У Владислава было всегда такое чувство меры. Он всегда меня воспитывал, говорил, что не нужно тебе этих излишеств, потому что это все приведет, говорит, к моему падению. И я прислушивалась, у меня... Ну, я как бы могла тоже ограничивать себя. Возможно, вот это тоже помогло нам оттуда спокойно уехать. Мы не убегали, мы... нам нечего было бояться. Просто вокруг, да, обстановка была такая, и мне всегда было приятно, что о моем муже говорили хорошо, что он не алчный, не взяточный, что он не аферист. Его уважали. И, знаете, так интересно, что, приехав сюда, вот, начав сначала, действительно, вот, имя свое, как бы, своей жизнью, мы шаг за шагом... Вот, если сейчас спросят о нас кто-то, я точно знаю, что вот никто не скажет, что мы здесь в трудностях, там, кого-то обманули, кого-то подвели. Даже устраиваясь на работу, мы настолько такие доверчивые, честные были, что много раз нам просто не выплачивали деньги. И мы спокойно, как бы, благословляли, уходили. Поэтому вот этот путь, он чудесный, замечательный. Действительно, только в Боге все имеет настоящую ценность. Маленькая победа, она настолько ценна. А вот раньше мы жили без Бога, какие бы успехи ни были, они такие настолько мимолетные, и они быстро потом забываются. А в Господе это все свидетельство. Это свидетельство Божьей славы, Божьей силы, Его любви. Потому что вот без Божьей любви нам очень тяжело было бы все это преодолеть. У меня в жизни были разные моменты. Детство было непростое. Поэтому я, как Павел говорил, когда говорю, что умеешь жить скудостей и изобилией, это не слова. Действительно, я могу довольствоваться и малым, и большим. Все это пережил. И, вы знаете, почему я стал пастором? Люди верят. Я не имел никакую корыстную цель какую-то, вы знаете, или там что-то, портфель, какую-то должность иметь, что ли. Для меня это чисто вопрос веры. Потому что у нас есть работа. Мы в церкви, мы ничто там не имеем от этой церкви, чтобы люди могли подумать. Иногда говорят, что миссионеры смотрят, для них это бизнес какой-то, люди могут подумать, недоброжелательские какие-то. Они нам доверяют. Они верят, что я действительно пришел, потому что это для меня вопрос веры. И для меня радость и цель, когда человек сказал мне, что он изменяется сам характер, меняется отношение, меняется почему-то, это для меня такая награда, это никакими там первыми классами не заменишь. Для меня вот эта радость доставляет. Значит, жизнь не зря проходит, действительно. Я думаю, мы вот смотрим, с женой живем, действительно интересно живем. Хотя вот эти все трудности, конечно, время там, карантин. Ну вот последний вопрос. А с детьми как наладилось как-то? С детьми, слава богу. Вы знаете, старший сын, он, конечно... Он понял вас или нет? Понял, понял. Он оценил. Он... Вот смирение, в котором находился отец долгие годы, он настолько был разочарован в отце, и даже однажды он сказал, в кого ты превратился, где твои амбиции, где твоя целеустремленность, где твоя гордость. Он не понял, почему папа такой сейчас. И трудно было. Но прошли годы, и, конечно, он наблюдал за нами. А мы просто молились. Мы его никогда не звали в церковь, не говорили, иди, покайся, тебе нужно прийти к Богу, тебе нужно в корне что-то менять. Да, мы, конечно, как-то сеяли семена, но больше это была любовь и терпение. И всегда, каким бы, в каком бы состоянии мой сын не возвращался с мира, и я его не упрекала и не ругала, всегда говорила, знаешь, Дима, у тебя настанет момент, у тебя будет всё хорошо. И, ну, пусть он ещё не до конца идеален, у него есть какие-то проблемы с какими-то там, допустим, вещами, но я знаю, что всё равно будет хорошо, потому что над ним всегда наша молитва, над ним наша забота, любовь, и он это видит, и небеска это видит, и у нас сейчас замечательная внучка, внук, и... То есть вы бабушка с дедушкой? Да, Бог удивительно всё меняет. И не то, что это мы как-то так хорошо всё делаем, но Бог помогает, вот в какой-то момент даёт мне такую какую-то мудрость, так сказать или поступить, и это работает. Младший сын ведёт восваление в церкви у нас. Музыкант? Самоучка. Самоучка, да? Да, самоучка. Ну так приятно, что помогает, да, служить рядом, плечо подставил. Да, он уходил в другую церковь, искал, потому что когда служили с миссионерами, ну, ему, как уже взрослому, 18 лет, открывались духовные глаза, он видел какие-то вещи, которые неправильно. Потом он через 4 года, уже когда поженился, по молитве они получили откровения, он понял, что у нас действительно, как помазание семейного служения, когда вот мы с семьёй служим, это сила, и мы как бы в служении, действительно хочется просто людям помочь, вот в элементарных вещах, просто наладить хорошие взаимоотношения, правильные, в семье, с Богом, с окружающими, вот и всё. Вот это, мне кажется, основа всего, чтобы вообще в нашей стране было всё хорошо. Спасибо вам огромное. Я даже не знаю, не хочу ничего говорить после. Ваша жизнь, ваша судьба. Я искренне рад, что мы, Бог сталкиваетесь с такими людьми. Спасибо вам, спасибо. Ваше свидетельство. Спасибо. Знаете, вот ради этого стоило приезжать в Санкт-Петербург. Спасибо. Санкт-Петербург. Спасибо. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Спасибо.